В Беларуси создана межведомственная комиссия для проверки корректности обработки результатов первого централизованного экзамена. Она состоит из математиков, информатиков и специалистов в области статистики. Группа в кратчайшие сроки установит, имели ли место ошибки в подсчетах у Республиканского института контроля знаний. Напомним, разобраться в ситуации потребовал президент. В хозяйствах республики продолжается уборка трав первым укосом. Выполнено более 23% плана. Аграрии приступают к заготовке кормов. В хранилищах уже свыше 9 тысяч тонн сена и около 130 силоса. Погода скорректировала график, однако темпы в три раза превышают показатели прошлого года. Работы завершат в течение 15 дней. Близится к финишу посевная кампания. Беларусь и Россия развивают сотрудничество по нефти и газу. Планируется, что объединенный рынок электроэнергии союзного государства заработает уже со следующего года. Не позже 2025-го страны создадут законодательную основу для функционирования общих рынков энергоресурсов. С 2027-го предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. В Беларусь идет похолодание. В пятницу на территорию страны начнет смещаться атмосферный фронт со Скандинавии. Местами пройдут небольшие дожди. На юго-востоке прогремят грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от плюс 5 до 13, днем от 14 до 20. В субботу и воскресенье станет еще прохладней. В ночные часы в отдельных районах заморозки до минус двух.